закачиваем том тома семитомник идет перекачка на все 7 тому в редакцию у вас как указано тверь все 7 блоков 7 томов загрузили все загружено сейчас мы сообщим типографии что книги загружены можно их печатать на отклейки не нужно тому времени когда они посмотрят в клейки занимаются тут в клейки загружаем еще фотографии с клик фотографии загружаются дольше фотографии загружаются дольше они конечно много весит они наверное до обеда не вот уже 2 загрузились тома сейчас 3 4 указали сколько в клей в каждом чего там там все указано 8 до по 8 и форзацы 8 на по 16 ложки форзацы уже загрузили обложки форзацы тоже загрузили понятно остается только вот фотографии не дай бог электричество выключить а сколько тут гигабайт или как сказать сколько гигабайт гигабайт сколько неизвестно в пдф вот в книге пдф одна книга 15 мегабайт примерно где-то там мегабайт за одна книга это без картинок это в буквенном выражении фотографии фотографии сколько два гигабайта почти каждый два гигабайта на один тон тон 2 гигабайта на дух его сколько гигабайт 22 поэтому он закачивает сейчас получается 2 на 7 мы его не могут ответить что все в порядке получили 11 гигабайт до 8 они отметят дайте ему выход на себя и то что впереди елена платила или кто как-то соединят они сразу как-то надо писать дело в том что когда мы печатали файл икон например они просили вместо пдф сделать тифы фотографии здесь я против и сейчас ничего не прочитал в тз сегодня 10 июля 2024 года среда к истинным православным пдф загрузили ну слава богу ну не знаю если скажут а переделаем что-то тоже в одно нажатие просто тиф набираешь постраничный тиф содержит в себе эти слои да ну там да все что надо для корректного передачи цвета и все прочее хотя пдф тоже слои так вы еще сразу двое качаете там уже закачал текстом своего не понятно как они форзации будут это делать не откажется а в договоре форзации упомянуты дополнительно соглашение по соглашению меня скиньте это по соглашению то что я проверил еще раз тут не надо то помешаете тогда не надо не надо упаковка я подумал не так уж и много нет интернет пропадет так все я закрываю чтобы мы не испортили ну и по вашим расчетам когда она у них выйдет готова я два через два месяца через два три месяца я думаю так это я еще буду здесь у меня три месяца осталось отбывать тут принципе это тоже можно это ведь уже тут же в этом все содержит да ну нет оставлю ложкой любви удаление какого смысла не нет она там все уже может почти гигабайт чистота я вообще еще скажу вы не поверите не поверю когда занимался этим делом накупила литературы photoshop там это вот верску все делал сам и вдруг пришел один человек он работает программистом в государственной организации женой а она член нашей общины вещи не знал что будет а они мне выговор дали вывод взяли захватили все сами делайте вас не будет что мы будем делать о я вру мне это как раз и нужно я все свои эти книжки по это не по этому делу все убрал и на этом кончилось сейчас вообще ничего не знаю и думаю что правильно поступил потому что я все время там нахожусь вот как люди заботятся ошибки конечно нет я думаю так господь сделал уже чтобы в самом деле я загружен был много это составлять там еще только не было но и я нападал со мной был и романах он сильно разбирался очень хорошо ну дело в том что мне помогало то что он любил спать когда проснется утром и молитва это у меня для всех закон но тогда ложится спать спокойно часа три но чтобы я эти три часа не мыкался он должен мне теперь дать задание что делать я поневоле входил то что надо делать вот он лежит вот на этом а в это время приехал его близкие знакомые и говорит я приехал от гости то другое а этот ложь лежит и романах то и подушка еще сверху голову накроет ну встань хоть поздоровайся не пошевелиться мертвая зона вот магнитофонами когда переписывал вот бог так сделал вот сколько допустим и пленка есть это записать две дорожки господь это делает и там у старообрядцев речкунов леонид ильич тогда брежнев был леонид ильич но его звали алёша и он с бабой одной идет агапии и говорит баба агапия у тебя стою но не понимаю о чем она говорит так на русском языке у нас нельзя а потом говорит я знаю человека он за русский язык а уже время октябрь темняется идет по улице партизанской барнаули а где езда есть такое говорит от лапкин игнатий ну его там гонят и он все старается по-русски а потом она посмотрит так он вот на встречу идет а там рядом баптиста ради еще 67 и мне надо было что-то там и сразу мы с ним познакомились он мастер был по технике не выскажешь какой когда мы уезжали носил в этом вопросе или где-то старые магнитопоны японские это ремонтировать он едет ни одной свалки не пропустит заезжает ну там бывает холодильник брошенный машинка все поставить на ноги мы однажды приехали в магазин но нам нужно уже знаю маяк 205 вот 320 рублей стоит а у меня месячный оклад был 72 рубля 72 1 320 ну вот он говорит а можно писать на другой скорости а какой такой магнитопон есть и будет слышно ты пишешь на 47 сантиметров в секунду две дорожки он делает четыре дорожки и со скоростью девятнадцать и семь девятнадцать и семь так я говорю это как можно до кого же не на один магнитопона сразу на несколько а как это ну да или на аппарат поставлю у него такие выражения были и он там накупил все запаяли и вот он сделал я насчитал когда златоуста скорость 47 четыре дорожки первое и четвертое в одном первое идет а потом а потом нажмешь и она 2 и 3 и одновременно он сделал на десять магнитофонов одной кнопкой срывается все десять и там такой шорох идет а ферромагнит это слой он все-таки отлетает а пристав себе целый день мне дышать нечем вот тут же форточку сделали на улице там такой запах как завод какой-то был я думаю кто-то наверно догадывался где-то и вот начали мы доставать дают только пять пять триста семьдесят пять метров это 8 часов 20 минут одна одна катушка и дают только пять штук но мы всем заказали и говорим только взяток не давайте но не пришли я рассказал взяток деньгами не давайте а тут дело повернулось так они приходят наши знакомы там казахстане где-то а сколько вам надо мне говорят а сколько у вас больше пяти нельзя а в коробке сколько 60 а коробку как взять никак они тогда что делает идут малину собирают кастрюлями там бедрами и они отпускают сколько надо один раз мы приехали помогая этот мотоцикл с люлькой загрузили с таким вот ворохом и закрыли брезентом из новосибирска мы едем дождь хлещет ну да барнаула там еще километров а на волтайск не ну совсем недалеко во время дождя милиционерной стадо дороги остановил вы откуда а дождь хлещет мы говорим а там то что за груз знаете мы златоуста считали и надо пленки его махнул рукой на нас езжайте дальше и от мы приехали а магитофон это брать пришли академгородок новосибирске они говорят у нас есть нестандартная как ну дефектом алёша говорит ну-ка покажите взял там не прокручивается беру так они работают у нас мастера мастер вызвал мастер газ мы проверили на завод отправляются нет я беру но мы не можем в цену уменьшить да не надо я грешу это тоже такие деньги 320 и берем на эта машина когда 10 штук взяли когда мне оклад 20 72 рубля в месяц а второй у 2 2 там другое какое-то это говорит у него трансформатор там есть третий берем магитофоном сразу 12 кажется взяли ой а я в этом пещи делал у меня деньги были ну а что ты будешь делать делаем две два дня прошло все на ходу какие нужно проточки сделать на токарном станке увеличить переходы и а ты как там схема говорит есть ну да схема как а я по счастью его разделяю и по каждой семье нашел где ошибка вот бог же делает так главное это гавриилов отец гавриилович аречкунова это отец его был вот надо же агафья меня вспомнила я иду она встречает дальше у меня удивление такие что можно на нескольких другой скорости две дорожки в одном направлении на к все магнитофоны идут обратно готовы ну конечно кухня работала и в это время я насчитываю архипелаг буллак солженицына там понятно что за книга даже тема которая отдал тогда уже 14 лет масонство все дореволюционное советское и зарубежное материалы огромные материалы и надо и считать и житья святых там девятнадцатый век заканчивается а двадцатый век это отдельное или в регельс он описывает арестах казнях епископов и надо считать я все хожу вот воображение как он должен человек считать какой голос какой тембур это такой материал и никого нигде нет а знакомые артисты потом по театрам я пошел искать нашел одного артиста общинников эдуард дмитриевич вот у меня ездил насчитывает дочь и фая кто слышал дочь и фая плакать будешь он говорит и рыдает заслуженный артист rcpc и вот я говорю вот найти бы такой голос один какой я воображение но и в это время я вижу во сне два человека ко мне приходят я надежде говорю знаешь два человека даже прийти ко мне я сны не рассказываю но тут пришлось и один останется другой уйдет и мы находимся под скалой скала козырьком нависла и мы там находимся то есть опасность в это время я открываю дверь два человека из них вот этот самый геннадий михайлович яковлев будущий отец григорий которому назвал себя кришна и там отрезал голову зашел в алтарь и обошел вокруг престола и бросил это он но это будущее уже говорю 2000 году он отрезал голову и как господь сделал книги мы начали считать его голос сохранился у меня записаны вы можете его послужить трехтомник про скайпе видели может быть это вот как и все это у бога делается это как вы знали кого искали низком то есть я искал но не нашел господь показал его на его привезли то баптисты и он принял православие стал армонахом то есть у бога вот все это за наряжено это даже нельзя сказать уже время то смотри без пятнадцати час и вот я гляжу как вы собрались трое а я не причем совсем игнать тихонович а мы сейчас работу закончили мне владимир говорит отвези велосипед я еду думаю надо братьев позвать на озеро и только я зашел смотрите только я зашел они 5 секунд назад говорили что ты за нужен здесь мы только сказали мы тут уперлись и не можем решить вопрос николай только знает и николай говорит нужно николая позвать через пять через пять секунд он сюда заходит как вот все у бога высчитано до поворота головы я мог не повернуться туда вот представь у меня однажды случай такой был я еду и естественно сразу начал свидетельствовать мало сидят в основу такие люди среднего возраста и молодежь и один мужик сидит что-то бубнит я не знаю он у меня выхватил новый завет и в окно выфернул на поезде ну выбросил и выбросил дальше то я же вышел тамбур он вышел что я наделал говорит ягра что с тобой случилось с тещей с этой теща у него там что-то не ладно и то другое а в это время было около линии там клубника собирать ягоды мать с дочерью уже сколько раз приезжали в город и ничего нету и вдруг они молятся и вдруг падать сверху поиск идет поиск и падает сверху евангелие господь послал нам там такой разговор радости сколько и представь мы когда встречаемся и а я видел даже как господь послал как видели это дело божие понимаешь это нельзя высказать вот едем мы ну и зашли не знаю что-то там что-то взять хотели в ресторане а я прям в ресторане начал проповедовать я говорю о боге о вечности в это время один выходит подошел так прекратите агитацией заниматься а то я вас а в это время директор ресторана подошла руки в боки ты да ты миленький едва тепленький вчера выполз у меня я тебя сейчас вышивну извините такой галантный готово дело в этот день я четыре часа проповедовал в ресторане они не знают чем рассчитаться у нас батюшки ехали страстная седмица где-то в среду наверно они тут гуляли они я буду как же так батюшки могли страстная же седмица но мы про это не знали на вам что делать я говорю испечь картошку нечищенную вот сделайте нам и они это сделали я вот так вот как данайские дары несу большая большое блюдо картошки и мы себе идем где мы находимся а как вы заказались оказались в ресторане а вот как когда мы зашли оказалось где мы ехали дорогой останавливались в пензе две остановки нельзя делать у нас круговая мы ехали далеко очень а здесь господь позволил нам остановиться но продавец сказала что у вас билет пропадет и мы тогда выскочили а поезд уже уходит и в это время зашипело остановилась но мы сели не в свой вагон а последние а между нами ресторан а время то позднее мы идем а сзади нас идет саша и говорит спаси христос мы только за дверью а там директор спит в ее кабинет она берет где христос довольно сусики пошли они утром идут это разносит еду то и она сказала все с бородами были остановились это вышли вечером да директор вас зовет то есть мы по приглашению директора пришли а вот это остановки не было бы еще не было бы вот у нас только у бога точно говорится даже шевернуть нигде нельзя если бы мы не слезли знали правило что одна остановка должна быть ну и она бы не проснулась директор но и директор полностью на нашей стороне было как она интересна этого кгбшник он пропу покажет книжечку показал там и все но дальше мы уже дома и вот таких случаев сколько в деревне это у нас было потише все а мы едем то я не они 6 человек компания мы всегда ездили много и вот приехали в москву а вот гордеев миша то был чуть-чуть гордеев михаил федорович у него останавливались и в это время в клей на телефоне в типографию все приехали братья и спрашивают а вы откуда а вы откуда мы в москве там аса где остановились сша воловка они знают я отсюда я отсюда бы то откуда мы говорим из алтая из алтая и приехали чтобы нас объединить а мы рядом живем и друг друга горки знаем вот это тоже такой интересный момент был и на техноч все закачалось и фотографии тоже поблагодарим бога сама все полностью в типографии благодарим и уходим господи слава тебе дивные дела твои услышим мольбу нашу и устроить так господи чтобы слово данное нам достигло многие души и обратились они к тебе и не допусти чтобы враг посмеялся над нами и были обмануты тебе боже слава и отец и святой дух армии с богом так а где у вас все обе заботы